Одна из самых распространенных проблем художников это отображение материала. К примеру, что это за шары? Без понимания размера или контекста сцены мы можем анализировать эти объекты лишь на основании того, как от поверхности отражается свет. И в этом видео я хочу рассказать вам о важности блеска, о том, как он образуется, а также покажу полезные упражнения. Если вы подумали, что в обоих случаях перед нами мячики для пинг-понга, вы были правы наполовину. Я немного схитрил и спрятал один важный компонент на рисунке слева. И давайте я его теперь верну. Вот я добавил солнечный блик и шарик слева теперь куда более похож на настоящий шар от пинг-понга справа. Итак, это зеркальный блик, который поможет вам осознать характеристику поверхности. И давайте посмотрим на ряд строительных материалов. Вы можете заметить, что полированный бетон, керамическая плитка и полированный гранит вообще материалы каменистые, обладающие собственной текстурой. И если посмотреть на них с крутого угла, блестящие блики говорят о другом. Если скрыть цвета и сделать изображение черно-белыми, то блики станут еще более различимыми. Вы видите, насколько отчетливее блеск на полированных материалах. А вот на керамической плитке перехода от бликов к полутонам куда мягче. Отметьте также, что на полированном бетоне видна среднего размера рябь. Мы бы не увидели ее, если бы не было бликов света. В этом случае блики очень важны для понимания формы. И если бы этих бликов не было, то мы бы видели лишь вот эту серую часть внизу изображения, и оно бы выглядело очень плоско. Давайте по-быстрому разберемся, что же вызывает подобные изменения. В диаграмме, которую я нарисовал, не соблюдается масштаб. Вот вы видите, как свет исходит от источника и отражается от поверхности. В глаз зрителя. Поверхность, кстати, увеличена в масштабе на тысячу процентов. То есть, как будто вы смотрите на нее в микроскоп. И материал, как вы видите, полированный и, в общем-то, плоский. И у него немного меняется поверхность. И поэтому лучи солнца слегка рассеиваются. Но большинство отражается в глаза наблюдающего. То есть, ореол на поверхности, на изображении, это результат рассеивания света. Теперь же давайте посмотрим на плитку, чтобы увидеть разницу. На микроуровне у этого материала куда более неровная структура. Вы видите, что свет падает точно так же, но вот рассеивание куда сильнее. И это все потому, что на микроуровне поверхность слагается из тысяч небольших плоскостей, каждая из которых отражает свет в немного другом направлении. В результате получается более плавное рассеивание света и более плавные неяркие рассеянные блики. Когда речь идет о рисовании, блики могут внести существенные изменения в поверхность предметов. Я пять раз скопировал простой серый шар, а затем нарисовал на каждом блике. За исключением бликов шары одинаковые, но несмотря на это каждый шар представляет собой отдельный тип материала. Ваш мозг, глядя на блики, сам заполняет необходимые пробелы. Итак, если речь идет о правдоподобных поверхностях, то для их создания, конечно, нужно куда больше, чем просто блестящее отражение и блики. Но начинать стоит именно с бликов. И чтобы попрактиковаться, попробуйте создать свои собственные сферы. Найдите несколько фотопримеров различных материалов, плоские и блестящие, и сделайте изображение черно-белыми. Затем на каждой сфере попробуйте повторить блеск с каждого примера. Не обращайте внимания на отдельные особенности текстуры, лишь на блеск и блики. Такой тип изучения – это прекрасный способ изучения текстуры.